ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И всем... ...форм. Комментируйте этот матч, буду я сегодня... ...паник, плавать за матч, за котинку отвечаем Дмитрий 55-й. Ну а мы, в общем, это студия СтримТо, конечно, осветим для вас этот турнир, я надеюсь, в полной мере, и до гранд-финала некоторые бои покажем. Ну, а встречаются такие коллективы, как Nova eSports против Avangard. Да, привет, Ваня, привет всем, и мы стартуем. Да, это у нас Sandstorm, только уже первое начало. Смотрим, что будет у нас в этом бою, формат вы выбрали у нас HRVR, я так вижу, а вижу я хорошо, поэтому вот. Поэтому посмотрим, как будут отыгрывать у нас игроки. Так, что можно сказать по поводу группы? Это группа под номером 7, новые спорты, Авангард, игра имеет по 6 очков. Вот первые встречи друг с другом, плюс еще тут есть коллектив Black Outlaws, который имеет в своем запасе 9 очков. И выиграли уже Авангардов 3-0. В таком формате? В формате HRVR, кстати. Сумели они их одолеть. Ну и теперь снова формат HRVR, я так понимаю, уже начало, и первая Дашка именно за красными остается, и бас-04 будет ее забирать. Ну и давай тогда после этой атаки представим составы, потому что бас-04... Вот это сквозна, я еще и не труб заберет. Боже, еще не труб забирает, галлюцинация просто мажет, и в итоге это первый ВОЗ. А там еще и страйк. Страйкер, ддшник. Да, ддшку забрал. Еще и сквозна, нет, сквозна не выдал, кстати, мог бы выдавать. Ну вот она. Страйкер, нова сквозная. Сейчас по второму кругу можно бас-буд. Да, есть фокус. Главное, один робос-лик, отлично, бас-это визит. И просто никаких шансов не уйдет к синему кампу. Просто без шансов. Ангел падает в минусы, это 2-0. Ну это в этом, да ладно, составы тогда, пока представим. Ставлю я новый, используя Тесак. Тесак, Валюцинашн, Ленроб и Ангел. Ну и, да, за авангардом, бас-0.4, страйкер, сексес и ролайс. И как он там. В общем, вот, Тесак уже ддшник, будет настреливать, и Ленроб будет возить. Отлично сбит от Ангела была, помогает Ленробу, ну и все хорошо. Тесак ддшник, как ты правильно сказал. Не попадает по басу, это может быть ошибка, но благо есть аптека для Ленроба. Хорошо, хоть Тесак сейчас в спину Ленробу эту релью не всадил. Было бы, конечно, обидно. Ну и Тесак... Ну, будем считать, нормально. Главное, забрал ддшку, ну и все хорошо у него. Вообще-то, если так посмотреть, то всех игроков синей команды я знаю не потому, что они играют в киберспорт, а потому, что я их часто вижу на песке ХРВР, и Галлюцинашна, и Ангела, и Ленроба. Но много игроков, всех я вижу обычно. До Сен-Шторма я их видел на песочнице? Да, конечно, по ночам. Благо я часто иногда захожу по вечерам поиграть ХРВР, и вот недавно совсем Галлюцинашна я видел. Ну и Ангела тоже, Тетисака. Да там вообще весь состав я вот прямо на песке вижу, поэтому я думаю, что все хорошо у них. 4-2. Вот, они будут бороться, им очень нужна эта победа. Ведь равное количество очков и у Авангардов, и у Новый Испортс, но Новый Испортс еще не проигрывали, Авангард уже одно поражение потерпели. Отлично, бас, тут сливают, страйкер попадает, и Сексес должен возвращать. Да, тут еще не попадают Ленроб. А, нет, Новый Испортс проиграли бомбастиком. Да, но тут очень запутанная группа, поэтому обязательно вот тут надо брать 3 очка. Либо для Авангардов, потому что тут еще два очень серьезных коллектива с ними в группе. Галлюцинашн отлично, отыгрывает, забирает Дашку. Надо остановить этот конвейер, в конце концов, насколько можно флаги тягать. Тесак, молодец, отыгрывает хорошо, снова ДДшку забирает. Сейчас проблемы будут небольшие, хотя вот сейчас можно попробовать выдать. Правда, не туда, пока смотрят у нас красные игроки все, кроме баса. Хотя вот Тесак одну получает, сбивает, отлично бас делает, и... И в итоге все, да. Так, надо здесь, да, чекер перезапускать, брюцинашн, или будет техническое поражение. Я думаю, он понимает. Ну, да, ну, конечно, надо было бы заранее об этом задуматься. Запустил уже чекер, молодец. Это хорошо. Вот, кстати, есть Дашка, через которую можно проехать сейчас. Ленроп красиво, на опережение кладет минус страйк. А почему страйкер не сказал, что есть Дашка, сексес бы ее бы забрал? А может быть, тут и недоставка, все-таки бас на одну дверь? Не-не, голой есть? Подожди, ну нет, ну не успели они, есть там. Но все дело в том, что две рели были выпущены побитым игроком. Хорош, Ленроп, сбитая рельсона, не трея, и отличная попытка доставки, отличная обмана от Ленропа. Голос тут уходит на респ, и это 6-3 борется до конца на выспас. Да еще пять минут, тут может 20 флагов привести. Это песочница, тут все возможно. Тут забрал один дроп и уже 2-3 флага поставил на этом дропе. Нельзя расстраиваться, Ангел прекрасно избивает страйку. Надо Ангел уехать за Дашечкой. Ангел, давай, не бойся, вперед, никого там нет. Только сейчас страйка резится. Попадает по Ленропу сейчас очень плохо. Ой, хорошо, не сбивается Ангел, набережение было выдано, и те, како, рельс от Галлюцина Геннейшена, по басу прилетает, и Ленроп не убьет. Ай! Своего простреливает? Сам своего убивает. Галайз там есть, он успеет, есть также страйкер. Главное, не попадает Галлюцина Геннейшен. Галлюцина Геннейшен, да. Вот это же все. Хотя, вот это триплс Козная сейчас была очень сочная. А, и все-таки, нет, еще нету возврата, Саксес успевает. Но надо сливать здесь быстрее. Ангел, да, сливает его. И нету возврата. Интересно сейчас происходило. Ну вот если бы Галлюцина Геннейшен, Галлюцина Геннейшен, я почему-то лично ЭГГ хочу постоянно вставить. Галлюцина Геннейшен, конечно, вы попал бы изначально там, то была бы доставка, но ничего, все равно хорошо. Размен на песке, ух. А вот Исаку сбивает Страйкер, еще и сквозную выдает, я так понимаю, но Саксес не попадает. Саксес, забери Дашку. Отличная сквозная от Баса. Помогает тут много. Новый спорт. Есть рельса от Ангела, Ангел, молодец. Ну куда Страйкер поехал? Вытаскивает Страйкер, поехал забирать Дашку. Ну можно было возвращать. Я понимаю Дашку. Лучше бы она ушла в никуда, но при этом был бы возврат и доставка. Ангел умница. Ангел вообще умница. Респект и уважуха. Добило, кстати, между прочим, Страйкер сначала, дабы избежать двух рельс, и потом только Саксеса отправили туда же. Молодцы. Голайс не попадает, очень неприятно, но есть Саксес, который поможет. У Ленробу главное не подставиться под Саксеса, а правда, пролаг был, и Саксес попал. Ангел убивает. Зря я сейчас, кстати, Саксес лил флагоносца. Плэйн Энджелу выдавать, как по мне. Он надо было, да, лучше бы раздать урон. Хороший рельса по Голойсу. Ленроб едет за Дашкой. А он сейчас Дашку заберет. Куда вы смотрите? Куда же вы смотрите авангарды? Ну, Ангел поспешил. Еще избивают страйкеру, как можно так ошибаться с респа зажигать? Сбивают? Еще не попадают страйкер, но это совсем плохо. Ой, хорошо. Ленроб молодец, выдал по двоим, Тесак забирает ДД. Четко. Ну, Тесаку, ладно. Все, его сливают, и там без шансов. Зажались авангарды, можно было бы воспользоваться, но... Саксес выдержал. Галлюцинашн можно сбросить. Вот то, что он сейчас добил, это не очень хорошо, потом будут респы, и будет сложно возвращать флаг. Домик займет Тесак, Тесак не попал по Галлойцу, не очень хорошо, это так же. И тут... Вот, конечно, многовато промахов в последние минуты. От одних и вторых надо подсобраться. Да, действительно. Ну, вот смотри, авангарды и дроп отдавали, и вроде тоже промахи были, но при этом не смогли у нас команда нового вернуть. Пока что удается держаться авангардным. Вот есть Дашка, конечно. Ой, хорошо, Галлюцинашн выдает на опережение, кидает минус страйкера. Ангел собьет, не сбивает, но Галлюцинашн неплохо. Аптеку отыгрывает. И Ангел Дашка едет, убивает Саксеса, баса 0-4. Там его разберут. Да, да, да. Конечно, Тисак сейчас будет ДДшный, но... А если он через верх проедется, то там будет фокус лететь. Это все простреливается. Сейчас Галлюцинашн... Галлюцинашн... Ну вот, Тисак одну получил, сейчас вторую получил. Пока еще... Ну, получил, да, но Гогойс-то на одну. Но Саксес... Ой-ой-ой, это промах от Гоу Войса. Кстати, я хотел сказать, что зачем Саксес возвращается. Да, стреляют. Вряд ли бы он вернул, конечно. Ну, там не было сразу моментального фокуса. Можно было... Ну, труп, труп, наверное, хотя... Да, ты, наверное, правда в чем-то. Что, есть три минуты до конца-то всего остается? Да, не сливать здесь Ленроба. Какой долгий размен. На такой-то карте, да, действительно, долгий. При том, что здесь игра с дропом еще. Аусь, Клазная от Ангела все на одну халлюцинашн и бы попасть. И вот Саксес сейчас Саксеса, Ангел, испытывает. Ангел, Ангел, ну-ка. Ну, не потому. Удерживает Саксес, заберет ДДшку, но не попадает, очень печально. Не попадает Ангел в ответ, Ленроб, то точно кто первый Саксес или Ленроб. На блоке отыграет Саксес, но все-таки, я думаю, синий вернут. Вернут, а кто же поставит? А, ну и красный тоже, смотри, какой респу был. Ангел, отыграешь жестко, прям мощно, траекторию на сбиваете. Ну, выдала на опережение, сбила Рейли, но, да, там сложно было. Но Тесак-то пробует увозить до победного конца, хороший, выдаёт, отлично. Круто. Круто, это, конечно, круто, но не хватило. Да и может ещё Тесак не поставить вообще-то тут, хотя по басу отлично фокус прилетел. Мог и не скидывать, но уже есть доставка, это уже не так важно, и, ну, скажем так, неплохо отыграли. Не сказать, что совсем плохо. Результат есть, можно всё-таки побеждать. А просто, вот, дроп забирали, вот, мало использовали именно, ново. Если бы они как-то грамотнее это, что ли, делали. У них, по моментам, получше как-то смотрелось, я так думаю. Да, хватало промахов от тех и других, я вот только хотел бы сказать Тесаку, что ему надо лучше реализовывать именно ДДшки, или... Ну, вот, да, Тесак, хоть и контролил сверху ДДшки, но, к сожалению, не всегда был точен. Вот, скажу так, мне понравилось, как Бас отыграл, это было стабильно, это было хорошо, поэтому тут я ничего не скажу. Мне понравилось, как Ангел отыграл. Отыграл. Энжел, да, Энжел, Ангел. Ангел, или Энжел. Да, в общем, вот, да, отыграл тоже хорошо. Как бы, были промахи, много рельсного опережения выдавалось, неплохие прострелы, сквозные, хорошее понимание, в кого надо дать, в кого не дать, вот в этом плане, Ангел молодец. Ну и Галлюцинейшн тоже запомнился, парочка неплохих выстрелов. Лен Роб и все-таки Тесак. Вот Тесак, мне честно, вот, если бы он эти ДДшки, которые он реально много собрал, отыграл бы получше их, то, скорее всего, новые спорты вообще могли бы выиграть этот раунд. Потому что все ДДшки оставались под контролем новые спорты, не считая начальни, вот, когда как раз трехфага было потеряно. Когда там конвейеры, там дроп забирали, да. А так, ну, скажем так, хорошо, половина раунда, да, так и было. Именно так происходило, они забирали ДДшки, в основном Тесак, и как-то не очень у него получалось реализовать, даже когда он был на две. Ну, то есть, позиционку выбирал не то, и его просто ну, снимали. Да даже там был банальный момент, вот, когда он взял ДДшку и хотел выдать рельсу, но не попал, его отфокусили. Можно было спрятаться, там, отъехать назад, выждать, переждать. Но, замена Тесака есть, выходит Тарзан на танке, я хотел прочитать, Тарзан на трубе, но Тарзан на танке, кстати, он. Тарзан в танке. А, в танке, я говорю на танке. Ну, в общем, да, а вот, куда у нас четвертый игрок подевался? Найти бы, ангела, да. Нужен этот игрок, без него никак, и Бас сейчас промахивается, хотя Тарзан тоже не лучше, и Бас тут сливается, скорее всего, тут будет, конечно, у вас от авангардов, так как их больше сейчас. Ну и их, да, их банально больше. Тут ничего не подпишешь, не подделать. Ангел, вернись, Энджел, я призываю тебя. Ну, пусть хотя бы Тесак, да, зайдет, потому что надо вчетвером отыгрывать все равно пока что. Ну, момент такой, что надо и два Васпика иметь на кассе. Можно и в три профессионально отыграть. Главное понимание, чтобы... А, наверное, да. Галой ставит второй флаг, но снова какие-то вначале проблемы новые спорты, обидные, что в первом раунде начало они... А вот Тесак на Васпе зашел. Давай-ка посмотрим, как он на Васпе. Что первый раунд они его много отдали вначале, что во втором то же самое. Да, Костя молодец, Костя красава, хорошо отыгрывает. Это Бас, который... Да, Бас это Костя. Костя это Бакс. Просто я не знал, как его зовут, но теперь уже буду знать. Запомню. ДДшка падает, надо ее контролить. Ой, хорошо. Не, Галлюцинашн, конечно, красавчик. Мне нравится. Прям, как Иван Рели дает, прям помогает своим тиммейтам, все четко. Страйкер, который добил ДДшного, респект, его оживуха, Голуэс добивает Страйкера. А вот, кстати, наряду с Тисаком мне Голуэс не понравился за авангардов, уж очень много промахов от него. Так, а ты уже говорил про замену авангардов? Калан 3000 зашел? Нет, не говорил. Ну вот, он вместо Сексеса вот зашел, недавно это заметил. Я просто, может, проглядел, может, и говорил, но в итоге вот так вот получилось. Такая вот тоже замена. Ну вообще, клан 3000, он давно в авангардах. Я вот помню его с прошлого года. В этом клане он давно. Сквозную выдал Тарзан, но бас выдерживает трель, как обидно. Дашка падает справа, что-то Тарзан у нас заблокирует там кого-нибудь. Хорошая лица Тисаком была бы вообще идеальная, если бы, конечно, сбил Голуэс. А сейчас колонн может забрать Дашку, главное опережение стрелять. Ой-ой-ой, отлично. Проблемы. Сейчас сквозную выдавать бы. Калан не дал пофагонос. Но сейчас колонн должен выдавать одну, выдаст еще кто-то и можно сквозную Тарзан режет. А и два Дашка сейчас, Тарзан заберет. А куда же галлюцинация найду, что ж вы натворили. А флаг-то не смотрят. Ну ладно, обоюдный разгад. Лен Роб еще сквозную выдал. Превосходную. Неплохо. Ну тут сквозная, отлично. Но вот только флагоносец не заехал туда, куда нужно было и басу. Очень хорошо просто сейчас играет, понимает, как надо двигаться, отъезжает. и вот есть ДДшка. Лен Роб должен забирать. Или же оставит. Непонятно, ну ладно, одну рельсу получают, сливают и пока что непонятно. Ну, размин происходит. Надо бы помочь галлюцинация, но я так понимаю, Лен Роб голой с убьет, да, а Тесаку надо убить Калана. А вот у Калана первая реля. Тесаку бы помочь. Добьет, вернет. Надо ехать на флагшток, но тут есть проблемы. Все-таки вот если Галайз как-то сможет замансить, еще и Тарзан в минус падает. Нет, но Тарзан сделал как умеет. Он может еще лучше отыграть. Ну, там можно не падать в минус, да, но... Там можно было сразу падать. А можно было и не сразу падать в минус. Нет, я не про это. Сразу на ту поверхность плоскости карты. Твой хороший фокус. Редиска ты. Ты крутишь вертухи, попадаешь, а в упор не попадаешь иногда. Соберись. Ой, галлюцинашн сейчас не попал и беда большая. Беда, там еще Дашка падает. Дашка заберет баз. Правильно, он едет на нее прям. Калан должен там поставить Гвайс есть и также страйкер. А есть Дашка на противоположном фланге, надо выдвигаться туда. Страйкер должен помогать. информация есть, Дашку заберет, но вот есть аптека, вопрос нет, уже нету вопроса, Тарзан не забрал, вопрос нет. Вот сейчас галлюцинашн неплохую траекторию выбирают, никто его не видит, не слышит. Ну, гедит на трех игроков противника и там. А, баст, конечно, сольет, но я думаю, страйкер сейчас вместе с кланом разберут одного, поэтому можно ехать доставлять, главное, чтобы сейчас провозик был, была помощь, но не под сквозную лук. Зря такую обманку все равно делать нужно было, надо было ехать доставлять. Там надо было галлюцинашн сливать, на самом-то деле, а в итоге двух игроков... Вот, частая причина того возвратов это то, что на песке не добивает игроков. Оставляют двух, пусть и на одну, но они оба стоят лучше, чем одна. Надо развернуть эти соку, на опережение пахнуть по басу, не уступает, но можно еще подбирать. Тут по одному, реально отлично. Пусть и галлюцинашн успевает, но есть страйкер, а он сейчас не туда стрельнул, надо было, мне кажется, флагоноса сливать. Хотя, может и правильно, что он слил ддшного, но все-таки я бы приоритет по флагу лучше бы отдал. Ну, тогда бы Дарзан был целый, ддшный, и вы бы все равно не вернули, поэтому он выбрал жить. В общем, сейчас Тесак увозит, есть два респа и должен быть возврат. Будет, потому что Тарзан дал приоритет своему флагу, он помог Ленробу вернуть, тут, конечно, только хорошая вертуха от галлюцинашна по дому. Кстати, очень много сквозных рельс по своим, прилетает от авангардов, этот дайкер не попадает, ну да, высоко выдают. Сейчас есть еще дашка на противоположном фланге. Помогите Ленробу, кто-то спасите, помогите, кричит. Это доставочка, еще и база заберет дашку и целый, а можно было подчас сливать эволюцинашна и прям навтеку сбивает еще и в полуминус, это конечно. Что делать ответил, вертухой не попал? Скорее всего, не то что бас а скажем так, коллекционер. Не, ну как бы галлюцинашна крутит вертух разных. Это совсем к чему он это делает. А я говорю редисково, он знает, что в упор не попадает и вертухик крутит. Кат? Ну может на мышке нас. И баят страйкер вот так вот. Это я галлюцинашн может на мышке отыгрывает и поэтому он вот это вот делает. Ну все-таки возможно просто любители песка, как ты говоришь, просто любительски поиграть в таком турнире захотели. Возможно. Почему нет? Так, а почему нет? Деливон Деливон имею ввиду на официалках ехал и крутил вертухи по кд на конгу летая против анонов я все помню эту игру на хантере. Так что тут дело тут не только вон MVP пока крутит вертухи за пингвинов. Ну а он так как крутит он и попадает ну тут вопрос в том что галлюцинашн не попадает да есть крутить вертухи это не крек смотри что это за скидки что это за вертушки сейчас не пошло не пошло бывает бывает только вот скажем так вот третьей лиге ну именно чаще всего то что они не попадают во второй и первой лиге такое бывает а в данное не столь много как сейчас как бы в первой лиге то вообще свертух никто не может ну нет есть таки все равно это раньше возможно нет сейчас есть такие ну если ты не на мышке есть мышки понятное дело ну вот 40 секунд остается и там внять конечно можно если конвейер а конвейер здесь не будет если колон посмотрит сейчас в вот он не посмотрел и еще один плак увозят на опережение неплохую рец выдольет опять же галлюцинашн хорошая информация кстати и галлюцинашн едет а вот так все правильно дел вот 5-4 и снова вопросы к новой используя можно начало начать нормально они адекватные просто я не знаю просто отдают катаются и все а потом просто отыгрывают причем отыгрывают отыгрывают не просто там за пол раунда 5 минут а то что вот счет происходит а просто отыгрывают за минуту понимаешь что 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 происходит тут да надо вот если бы они начало так играли как последний уми такого бы явно не было что-то здесь не так нет да это не на корабле служит зачем ему лететь на корабле служить не понимаем да нет я как бы вижу что галлюцинашн хорошо играет песок тут просто вопрос в том что иногда вот он свертух попадает а в упор не попадает в каких-то простых ситуациях тут надо ему конечно вот этот момент мне напоминает одну вашу игру когда кто-то не попал на хантере когда кто-то отыгрывал пас пачка не помню в лайте по-моему то ли дкв то ли официалка да мч не помню ладно это уже совсем другое конечно ну в общем перед сильнейшим все равно молодец ну тут как бы я еще еще заметил что вот непривычно ребятам играть песок самоуроном вот это правда очень много ну и дроп если так посудить для тех кто не играл в кланах чисто он лепесток без дропа ну дроп песок это еще давно игралось еще до быстрее до вот этих скоростных харьков это с дропом игрался поэтому не не все лды ну не все да ладно поэтому нельзя сильно прям сравнивать так жалко что angel вышел и вышла хорошо играл а вот мне кстати понравилось то что как калан отыграл все равно такая angel играл за новую esports ну да angel да ддшка падает да ддшка есть дашка вот сейчас страйкер ее контролит хотя успеет не от нас под нас сливает теперь говорит смешно стоит да что 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 такое товарищи еще и урона нету лен роба вообще замечательные новые спорты теперь вдвоем играет интересно ты могли бы не возить против конечно тут такой момент но все таки третья лига поэтому поэтому против двух на песке поэтому такой же вопрос нет я просто так эмоции хотел придать значению но ладно и я понимаю если это им все там за чемпионство там да там понятно а тут да третья лига и о чем можно говорить когда ты еще первые два раунда при этом взял когда ну почти на равных отыгрывал это начинает поэтому кого возить против конечно ну тогда ясно но это конечно минус карма авангарда но я бы не сказал это скорее проблема противников вот карма вот я не знаю я считаю это когда один на один там действительно вот соло там то в какой-нибудь масс тандем 3 вот более когда уже клановый идет и завели клановый отнесем 4 на 4 поэтому подожди вы посмотрите замены тут же не 6 на 6 даже тут 4 на 4 тысяча гришни например и завис и игрок не мог зайти на вы на карте пусть даже родовик пусть даже он зайдет он что-то он будет уже на карте он будет что-то выдавать но один зашел я говорю что говорит знаешь например зависим его не могли заменить поэтому 2 обновлялся не был урон ну вы же участвуйте в турнире чтобы играть и чтобы таскать против ну кто то чтобы ворваться во вторую лигу там и дальше это знаешь это как выглядит когда программу проходишь школе а ты ее пропустил и тебе надо к ней снова возвращаться так здесь такой момент что а если игроки полноценно не будут играть против игроков они не поймут как дальше отыгрывать потому что там будет все равно тяжелее чем дальше они попадут ну я бы не возил бы и это точно и как бы от себя говорит но принципе ангарды имеет нет полной правды кто там вылетел энджела нету или целей что лицами шин линдро благо зашел он обновился ну да у того урона не было все равно ну ладно галлюцинашин еще ладно хотя тоже игрок скажем так а вот энджела да тут все игроки все хорошие игроки поэтому они в третьей лиге когда скажем так слушай смотри пытаются отыгрывать второй флаг уже ставят как-никак а значит что-то и пошло еще избивает линдроп сквозную выдает и страйкер на одну дэдэшный бы выдать по страйкеру но некому просто сейчас еще колан заберет дэшку вот нетру не забирает тесак вот проблема почему вот этот дроп тоже игнорируют а этот дроп очень сильно решает тоже на такой карте тоже еще тот вопрос остается у меня вот уже 42 и бывает ален роб и в итоге как она уже добивает ну и тут уже ничего не поделать с этим 42 довольно таки ровная игра все равно идет даже при всех проблемах но и и спорт в любом случае в любом случае игра-то достаточно равная у нас получилось ну и пытаются играть до консантис аку возит на дэшке вроде как даже неплохо я бы сказал не вроде а точно и увезет ариф кстати вот ариф кстати старый игрок он еще в номер ванах так-то капитаном был ну кто помнит таких конечно number one по-моему я помню что они там стар серия стар серия вот там аутсайдеры были хотя может и нет ну почему то я так запомнил и аутсайдеры да но в любом случае играли а еще до этого он был насколько я помню капитаном землян в в дрем тиме 6 я мать уже я точно не знаю пять лет еще до старлайдера было это только ты можешь знать вами большим старый игрок и приятно видеть что он до сих пор играет в танки есть конечно это он а не его там сын может быть и такое дэшки кстати сак по-прежнему и колеб на контроль хорошая скидка от вен роба за аптеку он поехал ну и тарзан в танке кстати хотел сказать что он просто круто отыграл дэшку забрал по базу сказал гений он гений вдвойне я продолжил эту фразу к сожалению в минус кинул упал точнее он себя кинул минус это было обидно и да не успевает тисак это доставочка это 6 3 и ну тут наверное я не знаю что можно добавить три флага три минуты тащи дофига времени его тариф к примеру дашку заберет и по страйкеру надо выдать одну алиф а может исак это сделает исак слился только дашку а тарзан в танке заберет колан то не потому выдал а колан вообще не по кому галайс не туда выдает надо было по флагоносце сейчас выдавать вот галайс может успеть он убивает тарзан это сорвет хоть он был до аж не столько времени и тарзана слили обидно печально но будет новый спорт продолжать бороться без половины минуты еще до конца ошибается кстати тарзан хотя вот сейчас уже искупил свою ошибку сбил и да будут сливать так главное не под сквозную отлично баста понимает ну вот кстати я заметил что бас тоже нам вообще я заметил давно но решил сейчас это сказать хотел говорить но сказал ну ладно вот есть у нас тоже следующий дроп который забират нас страйкер можно забрать ему дашку и через аптеку проехаться даже чумба и нет да и сейчас авангарды выграют то четвертого раунда не но с другой стороны линрог все еще пытается возить на аптечку он приехал дтшку заберет у кого если не даст скидку сделает ну там колан без рад колан еще тарзан сбил прямо на своего но это не вина тарзана так вышел клин надо на аптеку было ехать сейчас страйкеру прям он это выдавал здесь хотя сейчас бас просто скидал максимально круто сбивает показалось страйкер но а там непонятно там тарзан вроде выдал в общем его слили подхват будет и этот раз бас уже не выдал надо от кимперейт здесь калану ключик надо да давай и мы мы ждем ключик скажем его я так думаю розыгрыше будет на правильной трансляции я так понимаю там она еще идет 6821 6821 вводите ключик а не как ваня сказал на параллельной трансляции вот розыгрыш в этом раунде говорить я думал не о чем просто хотя первые два раунда мне все равно казалось что посильнее выглядели нова что-то было не то ну примеру было не то то что у них постоянные были проблемы в начале раунда они теряли по три флага а потом как доблестные воины отыгрывались по кд ну а в третьем раунде у их главный их капитан вылетел это галлюцинашн ангела они потеряли по ходу этой битвы галлюцинашн они потеряли и все печально сложилось для них что-то проблемы 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 а так они реально неплохо смотрелись на фоне авангардов поэтому респект и уважуха новые спорты авангардов как бы хвалить не хвалить этот клан уже давно играет все эти игроки давно уже не все игроки не все игроки есть там конечно и те кто недавно например порвались например страйкер как год уже играет точно разве это много ну слушай мы берем клановые если сравнивать с новой он же до этого нигде не играл в кланах ну год ну я имею ввиду что новые спорты вообще никто никогда не играл в клуберспорте ну там да ну так а страйкер уже год играет в клуберспорте ну ладно проехали тогда в общем мы будем с вами прощаться но спортс респект авангарды должны были побеждать и не победили Дашуля рад тебе видеть в чате все идите смотреть к Антону как там происходит у них заруба да ну и ключик 6821 вводите и там будет раз таки розыгрыш переходите туда а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...